МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Владимир Путин поддержал предложение главы Нижнего Новгорода продлить проект ФКГС. 18 животноводческих дворов создали в Нижегородской области в 2023 году благодаря мерам государственной поддержки. Глеб Никитин принял участие в первом всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина. Сила России». 50 тонн гуманитарного груза отправлены из Дома народного единства на передовую. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева о продлении проекта развития городской среды. Просьба была озвучена на встрече главы государства с мэрами-участниками Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России». Юрий Шалабаев представил президенту в том числе опыт Нижнего Новгорода по реализации проекта формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда». Глава города отметил, что только в столице Приволжье было благоустроено более 160 общественных пространств. Как рассказал мэр, 78% нижегородцев считают ситуацию в сфере благоустройства хорошей, а проект получил такую поддержку, потому что люди сами решают, что, где и как благоустраивать. Владимир Путин отметил, что программа формирования комфортной городской среды реализуется уже в течение нескольких лет и показывает хорошие результаты. Поэтому ее поддержка не только будет продолжена, но и увеличена. Есть много, что можно, но на самом деле и нужно сделать. И на самом деле запрос от жителей, он растет, потому что примеры есть, что уже сделано, и хочется везде так сделать. Понятно, что такие проекты, они требуют изыскать просто огромный объем бюджетных средств, но если будет такая возможность, все очень просим и в дальнейшем поддерживать процесс развития городской среды. Евгений Владимирович, результаты есть, это точно. Есть они благодаря вам. Ну, сейчас объясню, в чем дело. Не только вам лично, здесь присутствующим и вашим коллегам. Потому что у нас получилось то, о чем я вас просил. А именно, я просил вас включить в этот процесс людей. 14,9 миллиона человек по всей стране приняли участие в этой совместной работе. Ну, во-первых, это значит, что мы, вы, прежде всего, попадаете то, куда нужно, в десяточку попадаете по потребностям. Потому что, когда люди сами принимают участие, они указывают на то, чего они ждут. Первое. А второе, все-таки мы с вами делаем людей соучастниками общего процесса. И это вызывает всегда позитивную эмоцию. Программа действует несколько лет, действует хорошо. И, конечно, да, вы правы, речь идет о миллиардах. Там 20 миллиардов мы уделяли. Надо продлить эту программу. И, более того, надо ее увеличить. Я просил правительства увеличить ее на 5 миллиардов. 18 животноводческих дворов создали в Нижегородской области благодаря мерам государственной поддержки в прошлом году. 11 из них были построены с нуля и 7 введены в эксплуатацию после реконструкции. Объекты позволяют содержать почти 6 тысяч голов крупного рогатого скота. На их возведение предприятия отрасли направили более 820 миллионов рублей, из которых 300 миллионов рублей их компенсировали по государственной программе развития агропромышленного комплекса Нижегородской области. Наряду с кормовой базой, прочной кормовой базой, это дает возможность увеличивать производство продукции и животноводства, в первую очередь молока. По итогам 2023 года молока произведено в области 625 тысяч тонн. Существенная прибавка к 2022 году в объеме 24 тысячи тонн. Форум «Малая Родина. Сила России» – это первый всероссийский муниципальный форум. Проводится он по поручению президента страны. На площадке ВДНХ собрались более 7500 глав муниципалитетов со всех субъектов Российской Федерации. Основная задача форума – объединить муниципальные сообщества и повысить престиж муниципальной службы в России на основе единых ценностей служения обществу и государству. Разумеется, были представители Нижегородской области, губернатор региона Глеб Никитин – один из спикеров форума. Как отметил нижегородский губернатор, в регионе проведена масштабная работа по оптимизации и повышению эффективности работы муниципалитетов. У нас было в Нижегородской области, Марай Сергеевич, у нас было 662 муниципалитета. 70% из них имели бюджет меньше 5 миллионов рублей. Вот что за 5 миллионов рублей везде? 662, где-то 2, где-то 3, где-то 5. Что можно за эти 2 миллиона рублей сделать? При том, что можно было при объединении, допустим, решить хоть какую-то проблему, сложив эти 5 плюс 5 плюс 5, там получив хотя бы 20. За 3 последних года, завершая в прошлом году, мы полностью завершили реформу муниципального управления. У нас осталось 51 муниципалитет, 15 городских и 36 муниципальных кругов. Это совершенно невероятный эффект имеет. Еще одна тема – взаимодействие федеральных, региональных и муниципальных властей. Нижегородской области есть пример подобной работы «Город Арзамас». Там при поддержке проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда» и национального проекта «Туризм и индустрии гостеприимства» благоустроили городские объекты. Параллельно с этим строилась трасса федерального значения М-12. Вот этот пример, он говорит о чем? О том, что совместными усилиями, когда взаимодействует муниципальный и региональный уровень, ну и, естественно, в конечном итоге на финале федеральный уровень, мы можем за счет сложения всех ресурсов получать невероятные совершенно эффекты, ну то есть прорывные. Оздоровление Волги по национальному проекту «Экология» – еще один пример взаимодействия региона и муниципалитета. Дело в том, что проектно-сметная документация разрабатывалась на деньги регионального бюджета, поэтому удалось реализовать наибольшее количество проектов по созданию и реконструкции очистных. Еще одна тема – бережливые практики в муниципальном управлении. С 2018 года в Нижегородской области правительством региона совместно с госкорпорацией «Росатом» реализуется проект «Эффективный регион». Было создано 17 фабрик процессов в муниципалитетах. Со временем практика затронула весь регион, что принесло результат. Кто-то может сказать, что результат 55 внедренных лучших практик – это не очень много, но я бы не сказал, если это неформально, а это реально, перепереданная практика – это достаточно серьезный результат. Но если говорить про самостоятельные эффективные процессы, то 1230 примерно проектов было реализовано муниципалитетами по повышению собственной эффективности. Подобные форумы – возможность для глав муниципалитетов пообщаться напрямую, обменяться опытом и самыми актуальными практиками, чтобы в итоге прийти к развитию муниципального самоуправления страны. Служба информации Никита Григорьев. Все необходимое для наших бойцов – очередной гуманитарный груз, формированный под эгидой Нижегородского дома народного единства, отправляется на передовую. Почти 50 тонн – это две фуры и две газели. Повезут малые и большие блиндажные окопные печи, медикаменты, тактические прицелы, тепловизоры, сборные кровати и блиндажные свечи. Все должно попасть к нашим бойцам уже в ближайшее время. Формирование этого гуманитарного конвоя помимо Нижегородской области задействовано сразу несколько регионов России. Оренбургская область, Республика Татарстан, Москва и Московская область, город Санкт-Петербург, Краснодарский край. Кого забыл? Ну, Нижегородская область. Родоначальник всех правильных процессов. Это уже не первый гуманитарный конвой, который ушел в зону СВО. На прошлой неделе Крационный центр по поддержке военнослужащих семей сформировал и отправил гуманитарные грузы для нижегородских военнослужащих, которые служат Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожжской областях. В том числе именных батальонах Нижегородской области, Минина и Кулибина. Нижегородские добровольцы отправились на боевое слаживание перед отъездом в зону специальной военной операции. Рассказывают решение заключить военный контракт, принято взвешенно и ответственно. Надо встать на защиту страны, семьи, родных и близких. У многих на СВО служат друзья. Честь, родина, подвиг для всех здесь не пустые слова. Как говорят, родные переживают, но решение пойти на СВО поддерживают. Ведь иначе сейчас нельзя. Считаю, что каждый мужчина должен принимать в жизни какое-то свое важное решение. Я свое решение принял, поэтому хочу поддержать и своих братьев, которые там находятся. Поддержать свою страну. Я пошел защищать свою родину, родных, близких. Победа будет за нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова